Добрый день! Рад приветствовать наших слушателей на сегодняшнем вебинаре, посвященному быстрому проектированию модульных конструкций. Прежде чем мы начнем, я хотел бы немного с вами познакомиться и узнать, чем занимается ваша компания. Для этого прошу пройти коротенький вопрос. Мы видим о том, что у нас сегодня достаточно активная аудитория, что замечательно, и очень много кто занимается проектированием инженерных систем, а также много разработчиков и производителей строительных конструкций. На данный момент так, но есть и представители из архитектурно-конструктивного проектирования и строительства. Результаты опроса можно видеть на экране. Да, действительно, у нас много проектировщиков инженерных систем, что на самом-то деле тоже замечательно. Мы об этом немного расскажем, о том, что модульные конструкции встречаются не только в домостроении, но и также популярны среди производства технологического оборудования. Меня зовут Антон Ярейско. Я руководитель направления решения для разработки и производства продукции компании CSD. Сегодня вам немного расскажу о российском рынке модульного строительства и префабрикации, как обстоят дела, кто инвестирует, куда мы движемся, и какие будут у нас предположительные результаты и прогнозы, согласно данным экспертов, в ближайшие 10 лет по этому направлению. О технической части и автоматизации процессов проектирования производства модульных конструкций нам расскажет наш технический эксперт Сергей Мардвин. Он также сотрудник компании CSD в направлении решения для разработки и производства продукции. Сергей, добрый день. Меня слышно? Да, всем здравствуйте. Всех рад видеть, раз присутствовать на этом событии. Поэтому давайте тогда после Антона вернемся к технической части, и я более подробно расскажу об автоматизации конструирования. Да, спасибо, Сергей. И, конечно, в конце нашей сессии мы ответим на вопросы и ответы, которые будут поступать от вас. Просьба вопросы свои задавать в окно questions, мы на них обязательно ответим. Для тех, кто не знаком с нашей компанией, немного расскажу. CSD – это крупнейший дистрибьютор ведущего разработчика программного обеспечения Autodesk на территории России. Кроме этого, мы являемся дистрибьютором и других разработчиков программного обеспечения, таких как НТП-трубопровод, SCAT-офис, Гектор, Нефтехиминжиниринг, ЧАОС-групп и других вендоров, чьи решения являются дополнительными или комплементарными решениями к программным продуктам Autodesk и позволяют закрывать какие-то узкоспециализированные задачи. Наша компания имеет компетенции экспертов в области информационного моделирования, но и не только в нем и в других направлениях. Основные стратегические проекты CSD представлены на слайде, и вы можете их видеть. Мы регулярно проводим различного рода вебинары, конференции из области проектирования. С ними вы можете ознакомиться на нашем YouTube-канале, там выкладываются записи всех наших прошедших мероприятий. И также я хочу немного анонсировать, что у нас запустился портал Prefab.csd, он посвящен как раз цифровому производству и префабрикации для строительной отрасли. QR-код представлен на экране, пожалуйста, проходите по ссылке, там будет выкладываться актуальная информация, и мы будем, соответственно, его наполнять контентом. Так, например, в январе у нас запланированы статьи по модульному строительству в том числе, где компания New Module, компания, которая занимается уже более 10 лет модульным строительством, расскажет о своих текущих проектах, о том, какой у них рост на протяжении последних 10 лет, и, естественно, какие у них успехи. Также перед началом моего рассказа предлагаю пройти еще один вопросик, и нам хотелось бы узнать, насколько вы связаны с сферой модульного строительства. Занимаетесь ли вы производством и проектированием? Возможно, вы монтируете или же планирует ваша компания заняться данным направлением? Да, мы видим, что у нас большое количество людей, которые занимаются проектированием модульных конструкций, это очень замечательно, но есть люди, которые планируют заниматься этим направлением. И также у нас сегодня представлены производители этих модульных конструкций. На самом-то деле очень широкая аудитория у нас сегодня получилась, представители каждой сферы, и слушателям, которые не планируют заниматься модульным строительством, я думаю, тоже будет интересно, потому что инструменты, которые мы будем представлять, они применимы не только для модульного строительства, естественно. Итак, давайте немного поговорим о модульном строительстве и вообще таком явлении, как префабрикация. Префабрикация – это популярное слово на Западе, у нас, в принципе, аналогичным является понятие индустриального строительства. И что же относится к индустриальному строительству? Ну, естественно, это блочно-модульное строительство, о котором мы более предметно сегодня поговорим. Панельное домостроение, быстро возводимые каркасные здания из ЛСТК, легких металлических конструкций, тоже очень популярное сейчас явление, особенно из сектора промышленного строительства, складского и так далее. Также деревянные каркасные дома сейчас набирают популярности у нас и пользуются очень большой популярностью, например, на рынке США. И существуют еще различного рода модульные конструкции из других направлений, например, модульные фасады. Что же касается объемно-блочного домостроения, я бы хотел выделить три основные группы. Это, конечно, блок-модули железобетонного образца, которые были популярны в советское время. Сейчас эту форму несколько интерпретировали. Есть, например, компания ЗАОБД, которая занимается этим направлением, но их модули уже являются более технологичными и в плане планировки, и в плане, естественно, энергоэффективности здания, потому что там применяется технология НВЭ. Также блок-контейнеры – это очень популярный тип для временных строительных конструкций, наверное, основной тип. И легкие блок-модули. Легкие блок-модули основаны на деревянных каркасах в основном и на самом-то деле популярны для малоэтажного строительства, особенно на Западе, опять же повторяюсь. Но у нас также эта технология сейчас набирает обороты. Сферы применения на самом-то деле модульного строительства, они очень обширны. Понятно, что это малоэтажное строительство объектов социального назначения, учебные, медицинские учреждения, административные здания, гостиницы. Об этом типе, кстати, как раз у нас и будет рассказано далее в статье подробней, потому что компания «Нью-Модуль», она фокусируется именно на такого рода зданиях. Также малоэтажное строительство жилых домов, очень популярное на Западе, как я ранее говорил, и у нас также набирающие обороты. Строительство многоэтажных жилых домов, об этом я расскажу чуть далее подробнее. Временные здания сооружения и модульные технологические сооружения и оборудование. очень часто применимы как раз в промышленном секторе, из которого у нас есть сегодня представители среди слушателей. Итак, касательно рынка модульного домостроения. Сейчас я вам немного расскажу о том, что в США на текущий момент рынок модульного домостроения занимает 10% от общего домостроения. Согласно данным MarketSandMarkets, они проанализировали мировой рынок строительства, его развития и дали свой прогноз, что ежегодно 3,6% будет годовой рост домостроения в мире и 7% годовой рост модульного домостроения в мире. Если мы подсчитаем эти данные касательно текущего положения рынка модульного домостроения в США, то получим, что в 2030-м будет порядка 13%, через 20 лет порядка 18% будет доля. Но на самом-то деле в США все протекает несколько по-другому, потому что в 2013 году рынок модульного домостроения в США занимал всего лишь 3%. Это показывает, что реальный рост данного направления был более 20% в год. Таким образом, если темпы роста сохранятся, то составит рынок модульного домостроения в США порядка 25%. Конечно, темпы роста могут замедлиться, могут быть еще другого рода факторы, которые повлияют, но реальный размер рынка будет, конечно, в районе от 13% до 25%. Почему я рассказал немного о США? Потому что на текущий момент доля рынка модульного домостроения в России занимает как раз те самые 3%, которые были в США в 2013 году. И исходя из этой точки, эксперты из Генпро, например, говорят о том, что рынок модульного домостроения в ближайшие 5 лет не превысит 10%. То есть можно сказать, что в 2030 году он как раз будет составлять порядка 10%. Есть и мнение Минстроя, который заявляет, что рынок может занять до 25%. Конечно, 25% это, наверное, очень оптимистичный прогноз, но как раз между 10% и 25% это реальный рост, который может достичь данный вид строительства в России, что подтверждает тот же самый опыт Соединенных Штатов Америки. И что этому подтверждает? Почему будет рынок расти в данном направлении? Уже сегодня крупные девелоперы, например, как ГК «Монарх», «Эталон», «Крост», они вкладывают большие средства в индустриализацию строительства. В Московской области ГК «Монарх» как раз строит завод по производству объемно-блочных модульных конструкций для строительства многоэтажных зданий. Девелопер «Крост» также вкладывает в данную технологию, и их инвестиции уже на текущий момент составили порядка 10 миллиардов рублей. Естественно, группа компании «Эталон» приобрела акции британской компании «Кьюби Технологи». Это один из ведущих специалистов в области модульного домостроения в Британии. Также нельзя забывать о компании «ПИК», которая помимо того, что занимается производством сантехкабин, которые начали уже поставлять на внешний рынок, не считая своих объектов, они планируют построить на Сахалине завод по производству домокомплектов и, конечно, создали отдельную компанию «Юниц», которая займется полноценно этим направлением. Почему они это делают? На самом-то деле проект реновации, который в Москве и Московской области сейчас интенсивно набирает обороты, инвестиции в него постоянно растут, количество домов увеличивается, и девелоперам необходимо сократить сроки строительства. Из-за этого они смотрят в сторону индустриализации. Также нельзя забывать о компании «Новый дом», которая является дочерним предприятием «КНАУФ». У них уже есть действующее предприятие, которое может производить порядка 100 тысяч метров квадратных припап-панелей в год. Также в этом году они построили и спроектировали под ключ исследовательский модуль для компьютерной томографии всего за 5 дней. Да, это небольшое помещение, порядка 60 метров квадратных, но все же срок строительства, производства и проектирования, как по мне, очень даже внушительный. Также в этом году должен был до конца года «Монарх» построить первое свое здание как раз для программы реновации, тестовый модуль «Дом». Но, к сожалению, пока более точной информации на этот счет нет. Я думаю, что в связи с пандемией планы немного изменились, но в 2022 мы 100% услышим об этом и увидим уже первый реализованный проект. Касательно сантехкабин, которые производят ПИК, этим начали заниматься еще ранее и уже в 2017 выпускали свои сантехкабины «Модуль БАУ». И это направление они начали расширять. Сейчас они видят перспективу в модульной фасадной системе, которую ее представили в начале этого года. Также в направлении модульных фасадных систем двигается и компания «Главстрой». Если мы вернемся немного ранее, например, в 2014 уже в Воронеже была построена современная гостиница по модульной технологии «Холидей Инэкспресс». Это как раз объект ранее мной упомянутой компании «Нью Модуль». Они произвели это здание из 107 готовых заводских модулей. Почему я на этом сакцентировал внимание? Потому что визуально мы можем понять, что это не отличается от классических наших зданий, построенных посредством монолита или кирпича, неважно. Чего? Оно не выглядит как модульное здание. По поводу высотности этих зданий, да, естественно, ранее были в этом вопросе трудности и ограниченность этажности, но на самом-то деле уже в мировой практике этот вопрос решают, решают успешно. Так, в Сингапуре началась работа над двумя высокими модульными небоскребами, каждый по 56 этажей. Касательно России, компания «ГК Монарх» смотрит в этажность 22-25 этажей. Но их стоит отметить еще в чем? В том, что площадь модульных конструкций, которые они производят, порядка 100 метров квадратных. Так они установили даже рекорд в России, произведя конструкцию модульную в размере 117 квадратных метров. И все же, почему у нас девелоперы идут в этом направлении? Почему же это направление является перспективным? Строительство по модульной технологии на самом-то деле экономически выгодно для девелоперов и в целом может снизить стоимость проекта на 30%. К преимуществу нужно отметить скорость возведения и ускоренный ввод в эксплуатацию, независимость от погодных условий, снижение строительных рисков, улучшенный контроль качества, потому что на заводе, естественно, это организовать легче, чем на строительной площадке. И что самое важное, текущие технологии нам позволяют производить здания, которые соответствуют современным архитектурным и функциональным требованиям. Касательно снижения рисков, здесь немного разверну, что я имел в виду. Это касается планирования и финансирования. Все-таки индустриальное строительство, его более легко можно спланировать, легче можно профинансировать и меньше будет повышение стоимости проекта во время его выполнений. Но стоит и отметить, конечно, риски такого типа строительства. Первое – это инвестиции. Конечно, для того, чтобы начать производить здания по данной технологии, необходимы большие вложения. Я выше говорил о том, какие вложения производят наши девелоперы, какие вложения делают Монар, Рост, Талон, Пик. Это очень большие суммы и, конечно, не все могут их проинвестировать. Но это что касается больше модульного домостроения высотных зданий. Также нельзя забывать о транспортировке. Логистика – очень важный момент и может стоить очень дорого. Транспортировка модульных конструкций, особенно на удаленные расстояния. Еще необходимо учитывать автоматизацию процесса проектирования и кастомизации. Само по себе адаптирование даже ранних проектов под текущие потребности, под каждый индивидуальный проект – это очень большой труд. И в целом, если процесс этот не наладить, то он будет соответствовать проектированию обычного здания или же даже, возможно, еще дольше. И, конечно, еще отрицательное восприятие данного вида строительства у клиентов. Сейчас у некоторых наших клиентов есть ассоциация, что модульное строительство – это или а, советские постройки модульного типа, которые не очень функциональны, не энергоэффективны, или же это временные здания и сооружения. Но на самом деле, как я упоминал ранее, это все заблуждение. Текущие модульные дома вполне себе современные. Конечно, у них есть определенного рода ограничения архитектурных форм, но что касается более массового строительства и объектов не с уникальной архитектурной выразительностью, этот тип строительства замечательно к ним подходит. По автоматизации процесса и проектирования у нас далее расскажет Сергей Мордвин как раз. Он представит инструменты Autodesk, которые позволяют этот процесс наладить и расскажет о том, каким образом это сделать. Но прежде чем я передам ему слово, я хотел бы у вас задать вопрос о том, как вы на самом-то деле относитесь к модульному строительству. Какие, возможно, вы видите в этом проблемы? Или же вы считаете, что на данный момент модульное строительство действительно не уступает ничему классическому строительству? По этому поводу прошу написать свои ответы в окно Questions. А далее я передам слово Сергею. Сергей? Да, спасибо. Снова я. Здравствуйте еще раз всем. Давайте я подключаю тогда свой экран и посмотрим. То есть сегодня я вам покажу сборку модульной конструкции в нескольких вариациях, естественно, с разными параметрами. То есть разное количество окон, предположим, количество наполнителя, утеплителя и прочих-прочих веществ. То есть все это будет сделано с помощью автоматизации в средствах инвентора под названием iLogic, где можно прописывать правила, где можно самому писать формы, так скажем, это встроенное такое программирование в саму программу, при этом самому. Могу сказать, что особых навыков проектирования, программирования здесь не надо будет использовать. То есть все интуитивно понятно. И давайте тогда вот более-менее так покажу. Сама моделька, она у нас обычного типа, такая бытовочка, вагоночка. Если смотреть, так, половинное сечение, предположим, сделать, да. Видим, что там есть и утеплители, и каркасы деревянные, и все, что угодно. То есть это полная модель. Сейчас покажу именно, как это все меняется. То есть это вот, например, у нас вариация 8500 на 3400 была вагонка. Здесь, например, 6800 на 3400, уже окон меньше, и расположение абсолютно другое. То есть пять разных вариаций, все с разными размерами, с индивидуальными особенностями каждого построения. И при перепостроении, перестроении модели, вот моделька меняется буквально за секунду. Если там счетчик лень нажимает, то можно там ввести как-то цифру. Итак, как же это все начинается? То есть сама модульная конструкция у нас начинается обычно с самого каркаса. То есть это вот создается вот такой вот эскизик буквально, несколько линий. Для этого мы сохраняем вот этот эскиз в качестве детали и переносим в сборку. В сборку мы переносим именно этот эскиз, и в сборках есть у нас встроенная такая функция, как генератор RAM, где мы можем сначала сохранить сборку, естественно, потом до всех. И потом, в принципе, спокойно можем ставить любые профили, которые нам удобны. Выбирать их положение нужное и получать вот этот остов каркас, который нам необходим для дальнейшего строительства. Я сейчас так делать не буду, конечно, но получив этот каркас, мы уже начинаем думать, как же вообще это все меняется, то есть как забить определенные параметры в таком порядке, чтобы программа все читала, чтобы не было действительно никаких ошибок. С помощью этого у нас действует такая вот функция сверху, fx, где записываются абсолютно все параметры. для того, чтобы нам добавить необходимую конфигурацию, которая нам была бы интересна, я пробовал несколько вариантов. В данном случае я начал с того, что пытался через объем менять конфигурацию модульного здания, но, как получилось, каркас состоит из труб, но целиком полностью объем не замыкается, и от этого тогда пришлось отказаться. Поэтому мы просто добавили числовой параметр, предположим, любое название его можно назвать, кроме как цифрное. И вот здесь в типах единиц мы тогда выбираем не объем, как я говорил в начале, а можно выбрать без единиц. И тогда без единиц у нас все сработает как надо. Можно было бы, конечно, поработать с площади, предположим, можно было бы с какими-нибудь еще предположительными единицами измерения поработать, составить такие конфигурации за счет них, но я выбрал именно без единиц. После того, как я создал этот fx, кстати, этот fdsa, так я ставил, так вот, я создал его тест и задал их несколько значений, то есть в данном случае он у меня стоит на тройке, да, так и есть. Так как я назвал его тест, то необходимо придумать самое первое правило. Самое первое правило у меня выглядит примерно так. Так, сейчас, секунду. у нас есть основные параметры это ширина, высота и длина. В данном случае давайте тогда покажу на примере, где разные длины, высоты и ширины. Предположим, четвертая, где 6800 на 3400 и высота 3 метра. Итак, если мы идем, опять же, в правила, то смотрим. Мы привязывались именно к каркасу. Каркас, это у нас, где эскиз, куда мы добавляли с помощью генератора RAM наши трубы. в соответствии с этим, я в FX, вот в этих FX, мы можем посмотреть все размеры действующего эскиза, через которого мы будем действовать. То есть, в данном случае мы смотрим в саму вот это вот дерево построения модели, ищем там, предположим, вот он каркас, и вот они, параметры модели. Вот наши длины, высоты, ширины, и еще ребра жесткости по середине. То есть, всех их достаточно в 5 штук уместить, чтобы все задавалось как надо. И наши 5 вариаций, при которых первая вариация это вот одни размеры, вторые размеры на втором, и так вот 5 штук. Как мы видим, привязка идет именно к самому параметру. То есть, здесь мы можем задавать через это наша деталь, и это привязка к параметру именно самой детали, чтобы это все менялось. Если у нас тест равно 1, то есть, то, как мы задали числовой параметр в FX, то появляется наша следующая конфигурация с уже построенным остовом вот этим из железных труб. И, соответственно, при любых размерах они будут менять свои длины. И это очень удобно в части того, что в конце мы в спецификации можем видеть те же самые длины этого остова. Это тоже является частью автоматизации, что не может не радовать. Ну ладно, это было самое первое правило, которое меняет только размеры. А что же насчет того, чтобы дополнить вообще модель, закинуть туда деревянную под основу такой каркасик, обить все профлистом после того, как положили туда утеплитель, а также как же сделать, предположим, двери и окна, и при этом чтобы они не совпадали в разных вариациях, чтобы они передвигались и имели свою индивидуальность. Для этого мы опять же создаем правила любое. То есть мы на пустое место можем сделать добавить правила, здесь опять же можем назвать как угодно, и здесь опять же вводим коды. как видим, на самом деле iLogic предполагает под собой так, что здесь все обозначено и более-менее понятно и ясно. То есть вот компоненты сборки. Если компонент из active, то соответственно он работает. Если он неактивен, то мы ему призваниваем значение false, как я покажу чуть позже, и элемент будет подавлен. то есть активное состояние модели будет нерабочее. И за счет этого и создается отдельная конфигурация. То есть создается действительно управление сборкой в части перемещения курсора. Вместо того, чтобы отрисовывать новое здание, новую какую-то конфигурацию, мы можем поменять это все в коде. Переходя к деревянной подоснове я переходил как... То есть у нас есть различные вариации. В данном случае мы имеем вот предположим 3 400 на 3 и отсюда, как я и говорил, в данном случае, если у нас какая-то большая подоснова, то пускай она будет... Вот она. Вот деревянная подоснова большая 1, она подавлена сейчас, потому что у нас сейчас стоит второе значение. Если бы это было пятое значение, соответственно, тоже было бы подавлено, и вот в четвертом как раз оно бы заработало. То есть вот он true. Компонент активен только тогда, когда пишется значение true. Также еще раз повторяю, что в данном случае главное прописывать название всех деталей, как только мы их сохраняем, лучше не оставлять выдавливание 1, выдавливание 2, а действительно называть вещи своими именами. Это в частности поможет и для дальнейшей спецификации. То есть в данном случае была прописана огромная листинговая работа. Но буквально все можно сделать за счет Ctrl-C, Ctrl-V, и каждая вариация здесь не предполагает собой особых сложностей. Отсюда у нас деревянный каркас. Давайте опять посмотрим половинные сечения. вот он деревянный каркас наш. И вот он встал как надо ровно промеж всех наших остовов из труб. И меняется это все значительно проще за счет конфигурирования через iLogic. После деревянной подосновы мы вставляем обычный утеплитель. Утеплитель у нас по той же самой схеме, то есть компонент активен, да, окей, true. Компонент не активен, окей, значит, false. И прописываем мы это на каждое значение теста, потому что бывали случаи, когда мы все делаем через копировать, вставить, естественно, и забываем указать какое-нибудь лимбо значение. То есть мы прописали тест 1, тест 2, тест 3, тест 4, а тест 5 забыли, например. И все, и программа начинает каждый раз выводить тебе не то чтобы ошибку, но уведомление о том, что не прописано такое-то, такое-то значение. И отсюда могут возникать ошибки при перестроении. Также заметил особенность, что всегда стоит проверять наличие пробелов, лишних символов, когда мы действуем в нескольких конфигурациях чуть более, чем 10 конфигураций. Потому что случалось такое, что ты копируешь вставить, а после этого у тебя утеплитель пол превратился в утеплитель пол, но слитно. И после этого программа начинает выдавать интересные такие вариации, где предположим вот здесь окно, а здесь появилось второе окно. Потом интересная такая логика. Ладно. После утеплителя я делал все профлисты. Профлисты на самом деле их здесь достаточно большое количество за счет того, что они есть и снизу, и сверху. И плюс к каждому вот этому профлисту нужно не забывать, что там возможны будут входы, окна, и соответственно под вырез необходимо прописывать дополнительные размеры. Но в данном случае сам этот профлист опять же сколько мы его не меняем, он действительно сам же подстраивается, все взаимосвязи вообще никак не нарушаются и все стоит прям как надо. То есть в данном случае бытовочка у меня еще без каких-либо скажем предметов интерьера, но у нас планируется наверное еще один вебинар по тому, чтобы во-первых показать как это внутри можно сделать, а во-вторых вывод чертежей именно через средства iLogic, то есть средства автоматизации исполнения документации по проекту за счет автоматизации в инвентаре встроенном с помощью iLogic. в данном случае у нас как раз бы открылись вот эти правила любые как мы видим здесь и компоненты iLogic, свойства связи есть привязки с Excel. В данном случае могу сказать что в некоторых случаях случается такое что у нас есть большой пул значений которые нужно будет вставить для средств автоматизации и прописывать каждый вот такой тест становится затруднительно поэтому мы можем связать файл с каким либо Excel файлом форматом и оттуда с каждой строки программа абсолютно точно будет высчитывать значения параметра то есть предположим здесь был бы не length а вставился бы такой вот параметр где наше название Excel файла какой лист у этого файла какая строчка и значение то есть и здесь было бы все понятнее и яснее так ну это любом случае не буду сохранять это правило также из таких еще удивительных возможностей можно добавить связи измерения формы сообщения любое сообщение что-то типа привет мир как легких таких заданиях на программирование также спецификации листовые металлы и вот как раз чертеж где можем менять значение кто сделал что сделал то есть указывать какие-то определенные размеры делать привязки к определенным местам листа и добавлять свои какие-то комментарии в общем на самом деле функций очень много в iLogic рассказать все сразу за один вебинар это практически нереально поэтому было бы любопытно какие интересные предложения чтобы вы хотели автоматизировать в самом инвентаре то есть какие-то отдельные формы может быть у нас планируется предположим автоматизация каких-нибудь оконных проемов предположим вот где точно так же задав где предположим какая перегородка должна стоять или не стоять какие размеры окна и чтобы автоматизация чертежа была на уровне чтобы человек нажал сделать чертеж и у него появилась рамка появилась модель в нужных ему позициях так скажем и образмерены поэтому вот это наверное мы покажем в следующий раз на данном этапе все прописывалось буквально из как я говорил мы взяли обычный самый эскиз то есть в нем ничего сложного буквально три плоскости после этого мы закидываем в сборку этот эскиз добавляем туда остов наш металлический и постепенно постепенно наполняем его скажем так элементами дополнительными для конечной нашей конструкции ну и последнее что я хотел такого сообщить да вот у нас есть двери так скажем то есть в некоторых случаях у нас задается через фича но в некоторых случаях через компонент через компонент у меня получилось как-то поинтереснее то есть в каких-то случаях у меня дверной проем стоит в одном месте в каком-то другом и получается у нас пять разных вариаций где мы можем отследить добавление туда еще и дверного проема точно примерно по той же логике действуют у нас еще оконные проемы в итоге в итоге у нас получается достаточно такая непродолжительная работа по самому проекту для того чтобы получить то что мы бы рисовали не так чтобы медленно сказал ну за день такое предположим можно конечно сделать если постараться но здесь буквально за счет одного клика мыши мы можем сохранить новую вариацию новую конфигурацию и все станет достаточно интереснее здесь сохранить как и положим даем еще как-нибудь все теперь наша сборка вот обычно выглядит так форма к ней тоже привязывается соответственно как делается форма еще забыл вот это рассказать сейчас секунду добавление формы в данном случае у нас есть вот такое вот окно мы сами можем конфигурировать какая длина возможно можем привязать как раз мой тест то есть это привязка к трем параметрам мы можем вставить сюда картинку то есть это тоже не проблема для картинки нужно будет только путь указать вот положим для самого теста у нас можно включить это как текстовым полем так и регулятором то есть вот он регулятор максимальное количество регулятора мы ставим пять так как у нас всего пять штук было соответственно здесь же можно менять предельные размеры расположение текста шрифты то есть буквально очень-очень много можно создать абсолютно любую строку можно разделитель то есть тут очень много средств таких которые похожи на программирование но по сути своей это очень легкое такое программирование с четкими указаниями что к чему подвязываться вот примерно как-то так делалось и форма вот это вот итак если у вас какие-то вопросы по именно наполнению может быть предложение по будущим вот таким вот средствам автоматизации то прошу написать вкладочку questions и будем приступать потихоньку к ответам на вопросы если их скопилось много вот да Сергей спасибо так прежде чем мы перейдем к сессии вопросов и ответов здесь у нас были некоторые вопросы по софту я бы хотел у вас уточнить да какой именно софт вы используете первое для архитектурно-конструктивного проектирования я смотрю у нас среди текущих зрителей больше всего пользуется популярный тюрьев что может точнее что очень хорошо радует нас дистрибьютором программного обеспечения автодеск так да у нас лидирует Revit на втором месте другие решения которые у нас зрители напишут подробнее да и конечно до сих пор пользуется популярность автокарт и еще один вопрос он касается программного обеспечения для проектирования строительных конструкций или оборудования так секундочку у меня сейчас вопрос да каким же программным обеспечением вы пользуетесь при разработке строительных конструкций или оборудования смотрю у нас пока больше всего лидирует автокарт автокарт я еще смотрю в комментариях пишут что есть у нас пользователи текла причем по одному и по второму направлению я думаю на этом можно закончить да у нас лидирующее программное обеспечение это автокарт по данному направлению так я думаю мы можем перейти к вопросам и ответам первый вопрос был у нас касательно модульных конструкций в районах с высокой сейсмительностью да какие ограничения есть ли техническая документация с учетом сейсмике по ограничениям я вам точно не скажу но по поводу есть ли нормативная документация на самом-то деле это все подпадает под СП строительство сейсмических районах да здесь отдельно есть блоки также по металлическим каркасным зданиям объемно-блочным зданиям и деревянным зданиям деревянные здания тоже будут легкие модульные конструкции с деревянным каркасом они будут подпадать именно под эту категорию так следующий у нас был вопрос он касается почему инвентар а не ревит если связка ревит с сайлоджик смотрите почему не ревит инвентар на самом-то деле как мкат система он позволяет более детально проработать сборку мы сейчас не указали все конструктивные элементы которые можно сделать непосредственно в инвентаре там можно непосредственно еще инженерные сети разработать все что угодно расставить мебель если этого необходимо если это необходимо и самое главное что каждый элемент он может автоматически перестраиваться при вот такой разработке решения такую большую кастомизацию для этого и еще вдобавок нельзя забывать о выпуске рабочей документации о которой Сергей указывал этот процесс также можно автоматизировать и все перестроенные модули у вас будут автоматически выходить с рабочей документации необходимой в том числе для производства но взаимодействие с строительным проектом если мы говорим о многоэтажном здании где у вас большое количество модулей которые можно собрать инвентар он обладает возможностью передавать элементы непосредственно в ревит напрямую через встроенные инструменты почему-то здесь я хотел показать коротенькое видео но почему-то с ним небольшие трудности его пока не видно на этот счет если у кого-то интересует эта связка каким образом инвентар работает с ревитом пожалуйста задавайте их или же в окно questions или пишите мне на почту я обязательно на них отвечу подскажите подскажите все модификации деревянные каркасы интегрированы с поставщиком например если вы брали в проекте деревянный каркас что происходит на заводе изготовителя он его просто наращивает из готовых конструкторов каркаса или выпиливает отдельно смотрите здесь каким образом происходит если завод изготовитель он непосредственно занимается разработкой производством например модульных блоков из металлического каркаса и из деревянного каркаса то он может непосредственно в параметризации задать посредством программирования iLogic изначально выбор этой модели то есть когда заказчик будет выбирать тот или иной материал автоматически можно настроить перестраивание модели в зависимости от типа каркаса или же это будут две разные модели одна условно говоря металлического каркаса другая для деревянного каркаса но в принципе скажем так это вообще не является какой-либо трудностью потому что как указал Сергей правил параметризации их очень много и если изначально подойти к скажем так к подходу и заложить как можно больше правил которые есть у вас при производстве конструкций то адаптация проекта и перестраивание она будет занимать очень-очень мало времени вне зависимости от того какой прокат какой каркас какое наполнение даже те же самые инженерные сети также можно автоматизировано перестраивать на этот счет есть опыт компании ПИК которая использует в том числе инвентор это было на сессии конвергенция строительства и машиностроения от Автодеск там рассказывали как раз о том как они свои сантехкабины производят да и непосредственно настроили с учетом программирования iLogic так следующий вопрос у нас считается ли фундамент под типовые здания например плитопола под временные здания здесь вопрос такой конечно очень интересный в том плане что смотрите если это подмодульное здание у нас модульное здание является невременным да как бы постоянным капитальным то естественно под нее необходим фундамент здесь все очень просто под временное здание конечно там требования чуть меньше но опять же определенного рода конструкция желательно в зависимости от того насколько она временная вот здесь немного развернули этот вопрос в целом интересует возможность компоновки временных зданий ограждения очистных сооружений для формирования площадки строительства для разных площадей участка что на этот счет могу сказать если у производителя существуют вот такого рода модели он непосредственно для вашего планирования может передать эти модели вам как я говорил например вы используете там Revit или Civil и вам есть у вас есть задача спроектировать вашу строительную площадку и смоделировать ее то это не проблема производитель может передать вам абсолютно все модели и вы их сможете скомпоновать здесь я не вижу никаких трудностей вот здесь у меня немного вопрос такой картинка для формы должна соответствовать определенным требованиям по пикселям или формату я тут отвечу тут любая картинка формата жпг бмп то есть все зависит от четкости которую вы можете хотите вставить но особых параметров там привязок к тому же самому объему файла такого нету здесь любые тифовские жпг бмп любой вставляйте и привязка будет хорошей нормально все заработает так сейчас у нас еще здесь поступили есть ли потребность на рынке в металлическом модульном строительстве любое строительство сейчас на данный момент в нем есть спрос которая представлена у нас на рынке и в металлическом модульном строительстве в том числе я даже так скажу например в плане металлического модульного строительства на IU 2021 был доклад компании Acceleration они рассказывали о строительстве госпиталей под COVID-19 они как раз строили по данной технологии объемы там были внушительные данных госпиталей и в целом вот в плане скажем так данных конструкций под COVID-19 там очень много было такого рода задачи не только в России как как создать второй каркас генератором рам на основании уже сделанного Сергей это я правильно понимаю что то есть у нас есть уже какой-то металлический каркас и при дополнении этого каркаса мы можем создать как мы можем создать эскиз в уже сборке собранной правильно и добавить туда элементы имеется ввиду линий лишний и по этим линиям добавить определенные трубы которые нам необходимы ну или профиль там шейлер любую металлическую такую заготовку то есть в данном случае в сборке мы можем поступить несколькими средствами создать эскиз в самой сборке создать еще один эскиз в качестве детали дополнительной и закинуть этот эскиз в качестве детали в сборку дополнительно после этого провести действие в генераторе рам ну и вот как-то это вот так то есть два различных таких способа сразу на ум приходит так как на основании уже сделано нужен такой же но с другими размерами вот здесь немного уточнили вопрос не нужен эскиз нужно поменять размеры так это же еще лучше это вот как раз вот самое первое правило которое я прописывал то есть if тест равно один то размеры такие ширина высота привязки других то есть в инвентаре чем удобно когда мы создаем любую линию любые размеры они сразу же появляются в этой папочке fx в качестве параметра к которому можно привязаться в программировании в данном случае если у вас есть вот такая же примерно ситуация эскизи где генератор рам где надо поменять всего лишь размеры мы смотрим в fx нужные нам параметры которые нужно поменять то есть предположим нам надо поменять длину мы смотрим длина у нас как указывается в fx после этого прописываем if такое-то такая-то конфигурация то длина такая-то если нам нужна другая конфигурация то if тест равно 2 да там положим наша конфигурация равно 2 то размер такой-то как-то это вот уточнили еще немного вопрос здесь говорят о том что им нужно чтобы 2 было каркаса вот скажем так да если мы говорим о том что у них модуль расширяется он должен быть из 2 каркаса два разных как им необходимо сделать тогда вот это совмещенный вариант моих ответов то есть мы добавляем либо в сборке самой сам обычный самый эскиз либо мы делаем деталь в которой создаем эскиз вставляем сборку и дополняем ее нужными каркасами и опять же отслеживаем изменения в fx то есть в наших параметрах какие именно переменные нужно будет менять прописывая код буквально там из 3 строк и чтобы это все поменялось то есть если действительно как-то хочется отдельно чтобы я ответил на этот вопрос более так подробно конкретно с картинками объяснениями можете написать Антону мне позвонить то есть я это буквально опишу под действием как лучше всего сделать да но в целом вообще то есть если подразумевается о том что у компании должен быть ну каркас то есть мы говорим как например модуль шириной 3-4 тире 6-8 метров понятно что у нас разного рода каркасы то есть получается на 6-8 метров это сдвоенный каркас в принципе но то есть как бы это изначально при проектировании каркаса можно уже заложить о том что у нас будут такого рода вариации построения то есть двоенный каркас или же это одинарный каркас ну как бы можно пойти по такому пути изначально то есть если вы знаете о том что вы производите здесь нет смысла отдельно проделать какую-то работу ее тогда необходимо лучше сделать предварительно если у вас есть такого рода сдвоенные каркасы каркасы так сейчас еще секундочку по ГОСТу или СНИПу по производству модульных конструкций я отвечу чуть позже на память я не помню этот вопрос но обязательно на этот счет отвечу на почту здесь вот кстати еще тоже пишут у нас по поводу каркаса что идет команда сохранить как для сборки не работает Сергей может быть ты поймешь о чем это имеет ввиду человек или же я наверное предлагаю лучше отдельно связаться если есть трудности техническая консультация я могу еще кое-что добавить когда мы поставляем элементы в сборку мы можем получается ее всегда сохранить в данном случае там не получается правильно тогда да лучше это все-таки отдельно как-то посмотреть почему так получается но обычно в iLogic можно вставить даже деталь уже у которых есть правила определенной конфигурации то есть вставить как сейчас даже как это называется вставить компонент iLogic называется и тогда сразу с правилами у нас уже будет какой-то остов предположим каркас вот тот металлический которых ввелся ранний разговор вопрос вот а по поводу сохранить когда лучше напишите давайте посмотрим обсудим и решим может быть какая-то ошибка возникает непонятная еще один вопрос расчет узлов модульных зданий можно выполнить инвента имеется ввиду инженерный анализ провести или как вопрос лучше реализовать если инженерный анализ то у нас есть инвентар на стран где буквально любую статическую динамическую задачу мы можем рассмотреть посмотреть перемещение деформации все это можно отследить любой узел можем конкретно выделить если надо будет показать это на примере тоже не проблема так и это в принципе же ответ сразу скажу на вопрос как произвести расчет конструкции подбор сечения да ну естественно опять же можно рассчитать отдельно равную конструкцию если есть требования это узлы можно отдельно рассчитать но в основном таких случаях если у нас идет основание как бы как каркас само несущее основание то естественно мы можем произвести расчет данной конструкции в инвентар или же стандартными решениями или есть расширенный модуль инвентар на стран в нем мы производим этот расчет и конечно по результатам расчета мы можем поменять то же самое сечение если данное сечение по нашим заданным нагрузкам не будет проходить и у нее не будет запаса прочности то есть это как бы не проблема Никакая, естественно, можно сделать. Опять же, этот расчет можно привязать к конструкции, сделать его, скажем так, типовым, чтобы вам не нужно было постоянно задавать отдельный расчет. То есть вы сгенерировали ровную конструкцию, вы, условно говоря, используете свой старый заготовленный шаблон, где поменяли какого-то рода нагрузки, которые у вас изменились, произвели расчет, все по ней подобрали сечение конструкции. Ну, предварительно сечение необходимо задать, естественно, ну, как всегда, в принципе, вы задаете предварительное сечение, но делается это все достаточно быстро. Так, и на этот счет у нас, секундочку, у нас просто много вопросов, поэтому по ответам, скажем так, я немного путаюсь, кто задает. Касательно того, что можно ли посмотреть расчет конструкции в инвентаре, да, можно, мы как бы отдельно предлагаем этот момент обсудить и обязательно с вами свяжемся, об этом расскажем. Желательно, конечно, чтобы вы оставили свои контактные данные для связи по данному вопросу. Вопрос еще один, есть ли подход к типизации проектных решений по модульному строительству? Здесь, конечно, такого рода вопрос очень интересный в том плане, что, как скажем, типизация модульного строительства. Уже есть большое количество компаний, которые там на рынке этого строительства занимаются порядка 20 лет, да, ну, будем так говорить. И зачастую вот эту типизацию проектного строительства задают как раз ведущего рода компании, которые, ну, за счет своей практики, там, проб и ошибок подбирают самые лучшие конструктивные решения. Они уже есть на рынке. То есть там, если, скажем, если я ничего не путаю, и об этом тоже говорили, там, компания Monarch заявляла о том, что они для налаживания своего модульного строительства как раз, там, первое, у них свой внутренний стандарт, да, планируется, идет разработка, сейчас не могу сказать, в каком он состоянии, а второе, они для этого привлекали немецких специалистов для консультации как раз и налаживания процесса. Вот таким образом она и рождается. То есть за счет, скажем так, опыта компании, которую они привлекли в качестве, да, там, консалтингового агентства по данному направлению, они приняли их решение. Какого рода именно типизация сейчас есть, я точно вам сказать не могу. На этот счет, я думаю, нам расскажут другого рода специалисты или уже, возможно, кстати, задам этот вопрос в нашей статье. Которую я ранее говорил по модульному строительству, мы его более подробно осветим, если он, конечно, вас волнует. А если задали, значит волнует, это замечательно. Так, и если я ничего не путаю, у нас вопросы от слушателей на данный момент закончились. Если у вас есть еще вопросы или же я кого-то пропустил, просьба написать буквально несколько минут перед тем, как мы закончим и, скажем так, прожелаем всем хорошего нового года и встреч в новом году. Ну, пока вопросов никто не пишет, значит, вроде бы ответили на все, что волновало наших зрителей. Если же есть еще какого-то рода вопросы, пожалуйста, пишите на мою почту или связывайтесь по номеру телефона, с удовольствием на них ответим. Спасибо всем большое за внимание. Рады были вас всех видеть. Всем хорошего нового года, новогодних праздников и до встречи в следующем году. Всем спасибо. Хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok